6 июля 2020 года в понедельник мы с Ольгой Калашниковой решили навестить Измайловский парк. Это между прочим крупнейший городской парк в Европе. Предсказуемо первыми встретившимися нам птицами оказались банальные, но все равно очаровательные кряковы. Если у какого-то вида младенцы и подростки окрашены иначе, чем взрослые, с большой вероятностью их окраска показывает, как были окрашены взрослые особи того вида, от которого произошел данный. То есть окраска утят кряквы, вероятно, соответствует окраске взрослых древних каких-то уток, от которых кряквы произошли совсем недавно в эволюционном масштабе, в Верхнем Плейстоцене, вероятно, где-то в теперешней Сибири. Будучи таким эволюционно молодым видом, кряквы способны скрещиваться с другими утками, давая при этом плодовитое межвидовое гибридное потомство. На небольшой речке между прудами нам встретился выводок старшего возраста. Это утята-подростки в подростковом оперении. Они держатся дружно вместе, и мама за ними присматривает. А вот совсем младенцы, вылупившиеся, может быть, вчера, а то и сегодня. Можно заметить, что их детская окраска это не какая-то недоделанная взрослая, а просто другая, чем у взрослых кряков. Обратите внимание, что у них одинаковое число желтых пятен, и они на одних и тех же местах. Так что когда-то где-то в Сибири, может быть, были вот такие пятнистые утки. После этой прекрасной встречи мы с Олей отправились дальше, на Лебедянский пруд, в двух километрах от этих прудов. Давно известно, что там можно запросто встретить Чомгу, что и было главной целью этой нашей вылазки. И мы не обманулись. Вот они. Чомга – это водоплавающая птица, но ни утка, ни гусь и ни лебедь. Ее другое название – Большая Паганка, и относится она к семейству Паганковых. Такое имя они получили за отвратительный вкус своего мяса, которому они, вероятно, обязаны тем, что их не истребили совсем. Дело в том, что если уток можно сравнить с какими-нибудь выдрами, то есть они отлично плавают и ныряют, но и на земле, и в воздухе чувствуют себя вполне уверенно, то Чомги больше похожи на ластоногих, каких-нибудь тюленей. То есть это более высокая специализация, приспособленность к воде. Крылья у них короткие, на землю они предпочитают вообще не выходить, а гнезда делают в виде таких плавающих шалашей. За все приходится платить. Даже более универсальные утки с трудом могут приземлиться, предпочитают садиться на воду. А Чомгу или Паганку вообще редко увидишь в полете, а тем более на берегу. Ноги у нее смещены к хвосту. Так что для плавания и ныряни они подходят как нельзя лучше, но вот ходить ими получается не очень. Зато я нюхаю и слышу хорошо, вспоминается. Между прочим, поэтому, услышав, что где-то видели Чомгу, можно отправляться туда почти не сомневаясь, что удастся ее там встретить, так как они представляются более привязанными к однажды найденному месту, чем птицы, которые не прочь махнуть на сотню-другую километров просто посмотреть, что дают в тамошнем пруду. Мы видим здесь семью с двумя родителями и двумя малышами. Один из родителей остается с детьми, тогда как другой, я почему-то думаю, что это мама, хотя я могу ошибаться, ловит рыбу ближе к берегу. Предположительный папа при этом, как кажется, дремлет, а юные близнецы его тормошат. Девочка-ква. Девочка-ква. Он вообще, который наносил отель средство и он не поцелуй. Он был в ТВ-ква или в Киеве. Он был в ВТС, где у него и был такой, он тоже ровно. Сеча со временем, я и не могу говорить в Киеве. Предположительно, мама выловленную рыбу несет К семейству и скармливает чадом Между прочим, у чемг мы снова видим ювенильное оперение Отличающееся от взрослого Юные чемги полосатые И мы снова можем представить себе Что полосатыми были какие-то древние поганки От которых произошли эти Тут можно вспомнить, что детеныши Вообще часто окрашены веселее взрослых Например, поросята кабана тоже полосатые Тогда как взрослые кабаны по-взрослому одноцветные Значит, когда-то были древние полосатые свиньи От которых произошли наши кабаны Это позволяет представить себе Что живность плейстоцена была вообще как-то красочнее современной Там все были такие пятнистые, полосатые КОНЕЦ КОНЕЦ Уже попрощавшись с чемгами По дороге из парка мы встретили вот такого встрепанного и очаровательного дрозда рябинника Во рту у него целый пучок дождевых червей Такое часто бывает, когда родитель собирается кормить своих птенцов Так что, может быть, его сейчас ждет выводок в гнезде КОНЕЦ